Господи, как я давно этого не делал. РЕАКЦИЯ! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ОЛЕК. И сегодня я сделаю реакцию на клип Леди Дианы. Хэй, Бой. Как неожиданно и приятно. Очень приятно. Который набрал рекордные 8,5 миллионов просмотров. Вот скажите, кто это смотрит? Не, я, конечно, посмотрел, да, потому что... Это моя профессия, изучать чужие видеоматериалы. Давайте смотреть клип Леди Дианочки. Привет, фанаты Леди Дианы, сегодня я буду срать вашу кумирту. Феминитивы. Фу, жжет жовку невоспитанная. Хэй, Бой. Вы это видали? Фу, Бой. Там ее смайлик, ее бывший парень. Или не бывший, я уж не знаю, я не слежу особо за сюжетом на канале Леди Дианы. И вообще не спрашивайте меня насчет этого. Но сам факт того, что это сексизм. Это сексизм. Она наклеила ему жвачку на лицо. Скорее всего, только потому, что он мужчина. Вот давайте без этого. У нас все-таки современное общество. Давайте уважать друг друга. Пригласил. Алло, привет. Прикинь, он меня все-таки пригласил на пати. Ого, и что, ты пойдешь? Ну, а почему бы и нет? Супер, тогда я тоже приду. Не хочу это пропустить. Отлично, тогда до встречи. То есть, дубляж основной озвучки они решили не делать. На этом сэкономили. Обидно? Обидно. И плюс еще цветокор, ну вы серьезно? Ну хотя, это можно списать на то, что основная аудитория Леди Дианы все-таки дети. Чаще всего им нет даже 12 и 14 лет. Но все равно, мне как взрослому человеку смотреть на такие яркие ворвиглазные цвета, это... Если вы на моем канале впервые, то взрослому человеку, в том плане, то мне уже, сука, 20 лет. Хоть я и выгляжу на 15 с половиной. О, рекламка подъехала, походу. Ааа. Самое, что забавное, она выпрямляет уже прямые волосы. В предыдущих сценах нам показали то, как выглядят ее волосы. Нахрена ты их повторно выпрямляешь? Что пусть точно, точно должны быть прямыми. А то этот смайлик. Кстати, если вы знаете, напишите обязательно в комментариях, то... Каких же все-таки отношения к Леди Диану со смайликом? Хотя, если вы напишите, то это будет очень странно. Какого хрена зрители Леди Дианы делают на моем канале? Пригласил меня на пати. Вышла с дома в гуч-халате. Уложила волосы, хватит. Все подруги будто бы барби. Эй, бой, постой, парень. Вы знаете, когда куплет начинался, уже тогда звучание ее голоса провоцировало с моей стороны вопрос. А кто это сводил? А сейчас уже начался припев, и я такой... Не то, чтобы я какой-то грамотный звукарь, либо что-то в этом понимаю. Я слушатель. Я говорю то, что я чувствую. При помощи вот этих вот штучек. Ну и серьезно, лучше бы на этом моменте у меня уши и вообще не было. Вот, обратите внимание на то, что до этого текст строился более-менее на квадратном сочетании рифм. Сейчас же, милый мальчик, мне не нужны твои цацки. Всем трэперам привет, остальным соболезную. Но туда же больше всего подходят типа тачки. Но учитывая, что вы молодые, вы скорее всего не водите. Ну и ладно. Ой, вы серьезно что ли? Вы серьезно что ли? Почему так сильно торчат эти артефактные шумы? Такое обычно бывает, когда ты слишком сильно завышаешь ISO при ночной съемке на камеру. А вот здесь, хрен пойми, это из-за неграмотного цветокора, либо это преподносится как художественное решение. Но в любом случае, каким бы образом это не было получено, это стремнота. Такое нельзя допускать. И вот еще обратите внимание, как на лице у девушки справа поползли вот эти вот пиксели. Рита, как звали эту синюю женщину, меняющую свою форму? Ластик? Ластик это то, что вы в школу берете. Кстати, если вы обратили внимание на то, как я похудел, а я скинул на данный момент 19 килограммов, чуть меньше, чем за 3 месяца. Если вам интересна эта тема, как же я добился такого результата, то я готов снять отдельный видос. Только обязательно поддержите этот ролик. И пишите кучу-кучу комментариев. Потому что у меня сейчас на канале происходит какая-то жопа со статистикой. Все абсолютно падает. Но оно и неудивительно. Я делаю видосы, которые не особо-то интересны людям. Вот так вот выходит. Вроде стараешься, что-то пилишь. Но неинтересинг. Насрать, короче. Это супергеройка-женщина, которая меняет свою форму. Синяя эта баба, забыл уж. Я точно знаю, что она была в каком-то пародийном фильме. О, смайлик. Все, я понял. Конкретно шершавость, это есть художественное решение. Либо о грехе камеры, на которой они работают. Я лично не вижу, что это какая-то Ариа Лекса, либо Ред. Скорее всего, это какая-нибудь системная камерка, типа Соньки-трешки-эски. Либо что-нибудь подобное. Но я не сильно разбираюсь, не сильно отличаю по картинке то, на какую камеру это было снято. Где-то это прям видно по цветам, если это Сонька. Здесь не совсем непонятно. Может, даже это и Люмикс какой-нибудь. В очередной раз его отшила. У-фу-фу, вот сейчас начался этот грубый фло, а-ля. Я почти как миобойка. Не, может быть, детишкам и понравится. Пускай. Ничего против не имею. Хотят есть говно, пускай едят говно. С другой стороны, мне интересно, нахрена нас начали вводить все в досюжетную линию, если дальше ее не поддерживают. То есть, вот, нам показали ключевой момент. И ее все-таки пригласили на пати. От нее ожидают какой-то реакции. Нам показали несколько микро-моментов, где она пересекается с этим смайликом. Но в итоге-то, чем поддерживается сюжет? Ничем. Она пока тупо флексит. Тупо флексит? В скольки локациях? В трех-четырех, где-то так. Да, это неплохо. Но, опять же, снято оно однообразно. Биролов тут не так много, которые могли бы разбавить и дополнить восприятие обычного зрителя касательно локации, в которой он расположен. Но это скучновато, да. Скучновато. Но это сугубо на мое субъективное мнение. Убирать в свои кольца картье. Для меня это не важно, важно то, что в душе. Мы приехали на пати. Вышла с дому в кучи халате. Уложила и хватит. Подруги, будто бы Барби. Мы приехали на пати. Вышла с дому в кучи халате. Уложила и хватит. Если вы детишки, которые являются основной аудиторией Леди Дианы, и вы на серьезных чах слушаете это на каких-то площадках, напишите, пожалуйста, об этом тоже в комментариях. Мне интересно узнать, сколько у вас, какой процент. Други, будто бы Барби. Ну, честно, скучновато. Да, есть, конечно, какие-то бирольчики, но такая себе работа. Эй, бой. Постой, давай играй со мной. Чего бежишь, ты мальчик? Мне не нужны твои царские. Эй, бой. Постой, покрыгай со мной. Чего бежишь, ты мальчик? Мне не нужны твои царские. Ну, то есть, вы поняли, даже я могу быть на уровне Леди Дианы. Я певица, пишите в директ. Буду приезжать к вам на мероприятие. Все-таки, по-моему, фокус не на мне был все это время. Подписывайтесь на канал Леди Дианы, ставьте ей большие пальцы вверх за то, что она мне дает крупицы контента. И обязательно пишите еще комментарии. Я знаю, я за*** его со своими просьбами оставлять комментарии, но мне нужен актив на канале. Канал задыхается. Ему сколько лет, п***ь. Пожалейте старого канала. Обязательно пишите комментарии, если вы хотите, чтобы я вновь начал на постоянной основе делать реакции на какие-то клипы. Кстати, если что, вот эти вот артефакты, которые тут вылазят, это из-за того, что сейчас на мою тушку... На мою тушку? На мою тушку от камеры надет китовый не светосильный объектив, а здесь недостаточно освещен. Поэтому вот такая вот картинка. Я, конечно, мог бы нацепить вот этот, вот свой более светосильный. Но он уже, учитывая размеры моей матрицы камеры, считался бы портрет... Б***ь, я вам это говорю. Все, всем пока. С вами был я, Ау-Мэк. Подпишитесь. Обязательно подпишитесь. И посоветуйте маме с папой не заходить на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...